У православных христиан началась Светлая Седмица. В эти дни в храмах Гагаузии проходят богослужения, выполняются крестные ходы, сопровождающиеся песнопениями и праздничным колокольным звоном. Вся неделя пасхальная, красная неделя. И все люди должны праздновать именно всю неделю, а не только три дня. Наша съемочная группа посетила в Светлую Седмицу новую, совсем недавно построенную на окраине города Камрад, обитель Свято-Иверской иконы. Это место в будущем планируется использовать как женский монастырь, но пока в обитель причащаться приходят все желающие. В данный момент ее служители готовятся к празднованию дня, посвященному Иверской иконе Божьей Матери. Сегодня вот третий день Пасхи, и сегодня Иверская Божья Матери. В честь нашей обители, храм в честь Иверской Божьей Матери. Сегодня у нас также праздник в честь этой иконы. Я также хочу вас всех поздравить, чтобы Господь воскрес в ваших сердцах, и чтобы Матери Божьей всегда покрывала вас всех. Всех с праздником! Христос воскресе! В обители мы встретили горожан, которые поделились с нами своими впечатлениями о том, как они отпраздновали праздник Великой Пасхи, какие блюда готовили на стол для своих гостей, как постились, что для них значит Светлая Седмица. В этот день мы готовимся, встречаем гостей, ходим в храм божественный, литургию слушаем. Ходим по гостям нашим, садачам, поздравляем друг друга с таким праздником большим. В этот день люди, условно, голуби взлетают. Вдохновение, счастье, душа полна радости, по успокойству в душе, такое умиротворение и песнопение в храме, в ословнении Иисуса Христа. Вот это самое главное. Желаю всем добра, благополучия, мира в их домах. И чтобы у всех было все. Самое главное, чтобы мирное небо было над головами. О праздновании Светлой Седмицы рассказывает священнослужитель Камрадского кафедрального собора Иоанна Предтечи, Протаиерий и Федор. Сегодня отец Федор провел богослужение и причащание в обители Иверской иконы Божией Матери. Сегодня мы ослужили архиерийское богослужение в Иверской обители Божией Матери, у отца Иоанна. И по Божьей милости мы с Павдобой сегодня причащались. И довольно много деток было причащающихся. В этот светлый день, конечно же, хочется отметить, что люди очень радостные. Люди, как бы скажем, торжественно встречают эту Пасху Христову, потому что воскресенье Христа дарует нам надежду и на наше воскресенье вонный день. Я всех сердечно поздравляю великим событием. Праздник Пасхи продлится в целом 40 дней до самого Дня Вознесения, который в этом году празднуется 21 мая. Все это время верующие будут приветствовать друг друга со словами «Христос воскресе». Светлую Седмицу также принято совершать разного рода великодушные поступки. Считается, что в эти дни в храмах остаются открытыми царские врата в знак того, что своей смертью Христос открыл людям дорогу в светлый рай.